Пешеходная улица Мира в Нижнем Посаде уже готовится к переменам. Одно из обветшавых зданий облюбовал книжный фестиваль. Скоро и у остальных начнется новая жизнь. На этой улице мы все объекты культурного наследия в прошлом году приватизировали успешно. Почему успешно? Начинали, как у нас сегодня действующее законодательство позволяет аварийные здания продавать, начинать за рубль, а последнее здание мы уже продали за 4 миллиона. Приватизация необходимая процедура для дальнейшей работы по реставрации зданий. До 2030 года практически все объекты культурного наследия в рамках турмаршрута будут восстановлены. Инвесторы здесь по большей части иногородние, однако регистрировать открывающийся бизнес планируют в Тобольске. В таком случае предприниматели получают льготу освобождения на 3 года от уплаты налога на имущество. Именно так поступил инвестор со строящейся гостиницей на улицах Охрякова. За счет реставрационных работ объектов, которые мы реализовали, будет привлечено в экономику города в основные средства 8 миллиардов рублей. Это часть объемной программы развития городской среды «Тобольск настоящий». Реставрация водонапорной башни и объектов завольного кладбища в активной фазе. Этим летом стартуют и работы в Александровской часовне и доме Неводчикова. Ключевым моментом стало открытие Александровского сада. Основной поток туристов из Тюмени и соседних регионов – Омск, Челябинск, Пермь, Екатеринбург. Причем привлекают их не только достопримечательности, но и событийная повестка. Сделать общественную жизнь в городе более разнообразной, в том числе с вовлечением объектов Тобольска настоящего, помогает программа социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». «Это история же трансформации среды. И вот через эти фестивали, аккуратные пробы, аккуратные прикосновения, нам удается формировать новые ответвления голода по культурно-досуговому сегменту». Этим летом Тобольск вернул давно обсуждаемые речные прогулки. Теплоходы с мая курсируют по РТШ с горожанами и туристами, а по программе «Тобольск настоящий» построят и стилизованный причал. Привлекателен Тобольск и для спортсменов. Уже традиционно сюда съезжаются любители бега на Тобольский марафон. Прирастает и спортивная инфраструктура города. Новый теннисный корт принял юбилейный Кубок Кремля, а обновленные и вновь созданный бассейн позволяют популяризировать плавание. Мы во всех образовательных организациях города, по моему поручению, для детей со 2 по 6 класс ввели обязательный предмет в рамках урока физкультуры плавания. У нас выстроена уже такая матрица, позволяющая использовать имеющиеся бассейны для всех наших образовательных организаций. Программа «Тобольск настоящий» рассчитана до 2030 года и реализуется совместно правительством региона, администрации города и компанией «Сибур». Анастасия Терехова, Ярослав Прохоров. Тобольское время. Продолжение следует...